Ледовый полумарафон Зависит, конечно же, от разрешения МЧС. То есть, если они нам измерят, когда лед и разрешат второй вариант маршрута, то, соответственно, будет новый маршрут, более интересный, потому как это будет один круг для полумарафонцев. Также Ольга презентовала награды и подарки. В этом году, кроме медалей, которые получит каждый, кто пересечет финишную линию, также будут вручены специальные кубки. Помимо призов есть денежный фонд, который будет распределен между победителями каждой дистанции. Что касается призового фонда маршрута, он составляет 300 тысяч рублей, и будет он разделен между 17 победителями каждой дистанции. На сегодняшний день для участия в маршруте уже зарегистрировались представители 17 регионов России и 10 стран. Основные участники всех подобных мероприятий – это просто люди, которые занимаются и ведут активный образ жизни. Это не профессиональные спортсмены, хотя среди них есть и они, но общая основная масса – это просто любители бега. Среди спикеров присутствовал и директор бренда «Хонор» в России Ран Шунбай. Компания «Хонор» поддерживает ледовый полумарафон с самого начала и таким образом вносит свой вклад в укрепление дружественных отношений между странами и соседями. В этом году они решили разыграть флагманский смартфон между журналистами. Мы поддерживаем марафон в третий раз, так как именно преодоление себя, способность бросить вызов обстоятельствам, решительность, отличает настоящих смельчаков. Мы традиционно поддерживаем и тех, кто будет бежать по льду, ведь наш слоган для храбрых идеально соответствует духу спортсменов. В этом году мы подготовили специальную награду для средств массовой информации. Среди журналистов, которые будут освещать наше мероприятие, мы выберем лучшую работу и вручим наш смартфон. Организаторы сообщили, что интерес со стороны средств массовой информации огромен. Специально для освещения марафона ожидается большая группа журналистов из Китая и Японии. И проводя вот такие мероприятия, я сейчас говорю про спорт, мы делаем Приморский край еще более привлекательным на международное время. Напомним, ледовый марафон «Хонор Владивосток Айсран» состоится 24 февраля в бухте Навик на острове Русский. Как отметили организаторы мероприятия, для зрителей и болельщиков будет подготовлена специальная развлекательная программа. На месте проведения соревнований будут работать несколько точек питания. Спортивный праздник обещает быть ярким, интересным и запоминающимся. Тысячи самых смелых бегунов соберутся на острове Русский уже 24 февраля, чтобы принять участие в ставшем ежегодным Владивостокском ледовом полумарафоне. Событие носит официальное название «Хонор Владивосток Айсран». Одноименный бренд, один из крупнейших в сегменте смартфонов, не только дал свое название для спортивного мероприятия, но и привезет в этом году команду из бегунов Китая. Это программа «Время говорить». Меня зовут Евгений Черемухин. И сегодня у нас в гостях директор бренда мобильной техники «Хонор» в России Ран Шунбай. Здравствуйте. Продюсер проекта ледового полумарафона Александра Кучина. И спортивный директор Ольга Гаева. И сразу вопрос к вам, Ольга. Скажите, что нас ожидает 24 февраля? Что это, экстремальный вид спорта или какое-то сугубо семейное развлечение? Нет, нас ожидает спортивно-массовое мероприятие, в котором может принять участие абсолютно каждый человек. Именно для этого у нас несколько дистанций. Это 5, 10, 21. И для самых маленьких это 0,5 километра. Поэтому принять участие может абсолютно каждый человек, потому что 5 километров пробежаться-пройти, думаю, может каждый. А как вообще принять участие в этом мероприятии? Нужно зарегистрироваться на сайте Honor Владивостока и СРАН. Затем получить свой стартовый пакет за 3 дня до мероприятия, с 21 по 23. Обязательно предоставить медицинскую справку и документы, устреляющие личность. Все, получить свой стартовый пакет, приехать 24 и бежать. Вы говорите, нужны документы. Получается, я так понимаю, будут какие-то категории, может быть, возрастные, профессиональные или какие-то еще? Конечно, будут возрастные категории, но победители будут в абсолютном зачете. То есть 1, 2, 3 место побеждают абсолютный зачет за все категории. И также у нас делятся категории по группам, по возрастным. Это можно будет посмотреть на сайте, в личном кабинете свой рейтинг. 1, 2, 3 место в своей возрастной категории. А какой маршрут избрали для бегунов? В этом году мы запланировали два варианта маршрута. Это как в прошлом году. И второй вариант более интересный, потому что полумарафонцы тогда побегут один круг. И мне придется бежать два круга, как в прошлом году. 21 километр будет непосредственно замыкаться от старта и до финиша. Если МЧС нам разрешит данный маршрут, то он, соответственно, и будет. МЧС разрешит? Подробнее об этом, пожалуйста. Да, так как нас поддерживает МЧС, нас поддерживает краевая администрация, то, конечно же, они будут замерять лед за три дня до мероприятия. И если толщина льда будет позволять по данному нашему маршруту, они выписывают нам разрешение, то все, можно бежать именно такой длинный маршрут. Похоже, у вас очень серьезный подход к организации. А вот хотелось бы не больше узнать у вас, Александрина, об развлекательной части. Помимо развлекательной части, я хотела бы рассказать немного о периоде подготовки. Мы поставили в этом году перед собой задачу привлечь наших бегунов не только к спортивной части, но и к социальной. Совместно с благотворительным фондом «Ладмама» мы провели акцию по жертву время в рамках социальной программы «Ледового полумарафона». Эта программа была как привлечение к проблемам социального сиротства. То есть она проходила в детских домах Приморского края. Нашлись добровольцы, которые проехались по детским домам, наши потенциальные участники, и помогли деткам, рассказали о том, как добиваться в жизни своего, рассказали о том, на своем собственном примере, к чего добились они. Провели с ними беседы, мастер-классы, и, соответственно, они стали нашими участниками. Также совместно с краевой станцией «Переливание крови» мы провели акцию «Марафон донорства». Проходил он в декабре неделю. Все участники, которые приняли участие в этом марафоне донорства, также стали нашими участниками. И они... Таким образом мы сформировали команду доноров, которая побежит на «Ледовом полумарафоне». То есть социальная составляющая тоже превалирует достаточно сильно? Да, да, да. То есть в этом году участники могли сделать какое-то доброе дело. Наша программа называлась «Растопили ее добрыми делами». И, соответственно, не только купить билет, но и, сотворив доброе дело, стать участником. Несомненно, это очень важно. Но хотелось бы вернуться к началу вопроса. Конечно, мы не забываем про Масленицу. Она, конечно, в этом году заканчивается за неделю до нашего мероприятия, но мы все равно устраиваем программу «Русская зима». Будет шоу-программа в этом ключе, народные коллективы будут исполнять сказки, былины, будут интерактивные площадки, будут фотозоны, будет кейтеринг, блины, глинтвейн безалкогольный. Все как обычно для того, чтобы было скучно не нашим зрителям. Нашим зрителям не было скучно. Сколько уже участников зарегистрировано на данный момент? Могу сказать, что у нас регистрации к последнему моменту идут очень динамично, и поэтому мы ожидаем тысячу бегунов. Тысячу бегунов? Да. А откуда они будут? Только из России? В этом году у нас уже 10 стран-участниц из 40 регионов Российской Федерации. Может быть, Ольга расскажет поподробнее об участниках. Кто-то из них, может быть, выделяется их спортивной карьерой, либо какие-то достижения у них есть? У нас будут, конечно же, как и спортсмены, так и любители, так и новички. Для чего мы делаем такие смешанные мероприятия? Для того, чтобы когда человек-любитель, он постоянно занимается, ему есть кому стремиться. Он видит, когда он бежит, и видит, что его обгоняет лидер, то есть он понимает, что он может больше, и, соответственно, будет стремиться к этому. Поэтому у нас полное разнообразие всех участников, от спортсменов до любителей. Возвращаясь к программе фестиваля, можете еще что-либо добавить? Потому что, я так понимаю, есть социальная составляющая, есть развлекательная. Что-нибудь хотелось бы еще больше узнать, наполнение? Наполнение. У нас есть несколько партнеров, которые ставят свои площадки на мероприятии. Например, у нас принимает участие старшая группа «Адмирал», которая приедет на показательную тренировку, мастер-класс для участников мероприятия. Также наши партнеры фитнеса создадут свои активности на льду и на земле. Также мы поставим несколько интерактивных зон, фотозон. Будет навигация у нас, чтобы люди понимали, где находится зона обогрева, где находится зона питания, где находится гардероб. И также нас ожидает в конце мероприятия, помимо церемонии награждения, праздничный костер. Итак, перейдем к иностранному гостю. Тони, здравствуйте еще раз. Вот смотрите, мобильные телефоны и спорт, ледовый забег во Владивостоке. Как? Honor очень молодой бренд, и прежде всего мы ориентированы на молодежь, но молодежь не по возрасту, а в душе и в сердце. Поэтому мы ориентируемся на спортсменов, мы поддерживаем музыкальные мероприятия, поддерживаем экстремальный спорт, и в том числе в Владивостоке мы поддерживаем ледовый полмарафон. Владивосток довольно музыкальный город, вы сейчас сами затронули тему музыки. Скажите, а планирует ли ваша компания организовать что-то еще наподобие, но в других ипостасях, не только в спорте? Конечно, мы поддерживаем разные мероприятия, и если будет что-то интересное, что может нас заинтересовать, то мы обязательно поддерживаем в Владивостоке не только спорт, но и киберспорт, и музыкальные мероприятия. Что вы хотели донести до, может быть, жителей Владивостока, приняв участие в организации этого мероприятия? Я так понимаю, Honor переводится с английского как «честь», и слоган у вас тоже соответствующий, вы, надеюсь, его озвучите. Сама по себе идея пойти бежать по льду, это, ну, наверняка, нужна какая-то смелость для этого, нет? Honor – молодой бренд, и мы прежде всего поддерживаем людей молодых по духу, и ледовый полмарафон полностью соответствует духу нашего бренда, и слоган «For the Brave», который переводится как «для смелых», он един и для компании Honor, и для ледового полмарафона, потому что, прежде всего, люди, которые принимают в нем участие, они сами по себе уже храбры, принять участие в таком мероприятии – это повод гордиться собой, что соответствует философии нашей компании. Прежде всего, наша целевая аудитория, именно молодежь, для тех, кто молод духом, душой и сердцем, что это называется. И мы поддерживаем не только молодых людей по возрасту, но и, может быть, их дети, и мама, и папа, они все принимают участие в этом мероприятии, и мы считаем, что это наша целевая аудитория. Тони, хотелось бы больше узнать о команде из вашей родной страны. Расскажите поподробнее. Это очень интересный проект для нас. Мы в этот раз не только отправляем наших коллег с Москвы на ледовый полмарафон, но и выбрали команду Honor, непосредственно в самом Китае, был конкурс для этой команды. Когда мы предложили нашему штабу в Китае принять участие и поддержать ледовый полмарафон, они очень заинтересовались этим необычным мероприятием. И мы предложили провести конкурс среди фан-клуба компании Honor в Китае и сформировать команду участников ледового полмарафона. Прежде всего мы сделали конкурс среди бегунов нашего клуба, но в конкурсе было несколько направлений, и каждый из них должен был показать, что он не просто бегун, но он талантлив в чем-то. Интерес был очень большой, и мы выбрали тех людей, которые победили в конкурсе. Они по большей части либо лидеры мнений, блогеры, фотографы, журналисты, и они не просто приедут на мероприятие поучаствовать в забеге, но и приедут осветить это мероприятие потом в Китае и рассказать о нем интересные истории. То есть речь идет не только о какой-то спортивной активности, но и о каком-то подобии культурологического обмена, я правильно понимаю? Вы совершенно правы. Культурные ценности, которые они здесь увидят, и тот опыт, который они приобретут на мероприятии, он не менее важен, чем спортивная составляющая мероприятия. И рассказав о ледовом полу-марафоне в Китае, мы считаем, что это даст толчок для того, чтобы оно стало более популярным не только в России, но и за рубежом, в ближнем зарубежье. С несчастью, подобные культурологические, повторюсь, инициативы немногие бизнесмены в России разделяют. Скажите, почему для вас и вообще для бизнеса важно участвовать в подобных программах по обмену культурным и иным опытом? Так как мы продвигаем наш бренд в России, мы считаем, что с поддержкой культурных мероприятий мы становимся ближе к нашей целевой аудитории. А подробнее о мероприятии, которое ждет всех 24 февраля, вы узнаете после короткой рекламы. А я напоминаю, что у нас в гостях организаторы международных владивостокских марафонов. Александрина, хотелось бы подробнее узнать о логистике. Да, конечно, для наших участников будет организована логистика с 8 утра до непосредственно на место соревнований. Каждые 10 минут будут курсировать автобусы. Конечно, участники могут добраться на своих автомобилях, но тем, кому это сложно или просто нет автомобиля, нет возможности, могут добраться на автобусе. Также для наших участников будет организована зона питания. Спортивный комитет Тихоокеанского флота организует кашу, чай для наших участников. Также будет зона обогрева и, естественно, шоу-программа. Мы затронули почти все аспекты мероприятия, но так и не узнали, где же, собственно, все происходит и откуда трансфер. Для наших участников будет организована логистика от остановки ДВФУ до спортивного клуба «Острова Русский» базы на ВИК, непосредственно, где будут проходить сами соревнования. Конечно, наши участники могут добраться на собственных автомобилях, но если нет возможности, каждые 10 минут будут курсировать автобус, начиная с 8 утра. И также логистика будет производиться по окончании соревнований. Также для наших участников будет организована зона питания, «Солдатская каша» от Тихоокеанского флота и «Горячий чай». Помимо основного кетеринга, который организует база на ВИК. То есть, получается, в организации мероприятий участвуют такие структуры МЧС, Минобороны. Да, мы очень благодарны администрации города Владивостока, администрации Приморского края, МЧС, УВД, ГИБДД и, конечно, Тихоокеанскому флоту. Особенности спортивному комитету. Теперь снова вернемся к Ольге. Как к нашему спортивному эксперту, я так понимаю, да, грядущего мероприятия. Смотрите, ледовый полумарафон. Ключевое слово здесь ледовый. Люди бегут по льду. Скажите, как это вообще? Это сложно? В чем сложность? Может, какая-то специальная обувь, я не знаю. На самом деле, это очень важный и часто задаваемый вопрос, что такое ледовый полумарафон. Спрашивают, как бежать? На коньках, на санках. Нет, бежать нужно в кроссовках. То есть, это легкоатлетическое мероприятие. Соответственно, есть специальные трейловые кроссовки. Это более глубокий протектор. И лучше, конечно же, использовать шипованные кроссовки. Если нет возможности приобрести шипованные кроссовки, либо сложно их найти, то можно использовать шипованные накладки, которые одеваются на кроссовки. И обязательно нужно всю одежду и обувь протестировать перед мероприятием. То есть, не бежать в новом, а уже попробовать потренироваться, побегать по льду. Как мы, допустим, по субботам устраиваем забеги, и каждый может присоединиться и совершенно бесплатно все попробовать побежать, потренироваться. То есть, каждую субботу проходит... Да, каждую субботу у нас проходит либо тренировка, либо забег. И вот последние у нас забеги были непосредственно именно по льду. чтобы вы порекомендовали участникам которые вот никогда до этого не закалялись не часто болеют может быть есть какие-то противопоказания в этом смысле потому что холодно еще и зима ну да многие боятся конечно же нужно готовиться к данному мероприятию не нужно прямо допустим вот только решил пробежать и сразу о побегу полумарафон это серьезная дистанция которой необходимо готовиться как минимум полгода то и больше вот но к дистанциям таким как пять километров до можно подготовиться из-за меньшие сроки можно просто протестировать ветки удобную одежду кстати могу рассказать в чем удобство конечно конечно да самый важный момент это в многослойности то есть должен должен быть термобелье на первый слой флисовые утепляющий слой и ветра непродуваемые верхний защитный слой потому как если на суше нет ветра то на море ветер есть всегда поэтому обязательно экипировка должна быть опробовано чтобы чувствовать себя комфортно и соответственно сделать хороший результат для себя и получить удовольствие хорошо но получается все равно преимущество есть у людей которые занимались легко атлетическим спортом преимущество есть конечно же да но опять-таки у нас победили в абсолютном зачете но также есть победители в возрастном зачете поэтому можно сделать свой собственный результат и в принципе любой человек который просто встал с дивана и пришел поучаствовал это уже победа над собой и чем же все таки уникально это мероприятие помимо всего озвученного вами уникально непосредственно тем что мы бежим по замерзшему морю потому что в россии вообще нескольких мероприятий это байкальский байкальский марафон но там бегут по озеру соответственно по замерзшему морю нет нет таких мероприятий больше да озеро не коррета понятно еще одно мероприятие и по было отличие от грядущего можете сказать отличие конечно же еще раз потому как владивосток красив своими пейзажами до каждое место конечно же уникально но все-таки владивосток очень красив своими пейзажами своим морем и возможности того что мой что море зимой замерзает и можно пробежать по льду мы там местные люди уже привыкшие к этому да и мы можем хоть каждый день выйти и пойти побегать а вот те кто к нам приезжают например более теплых регионов они специальные и затем чтобы попробовать как это испытать себя попробовать потому что это очень очень классные ощущения которые стоит пробовать каждому давайте еще раз вернемся к этому дню x 24 числа во сколько все начнется к скольки лучше приехать как как это вообще ну то есть непонятно с логистика мы уже разобрались то есть будет довоз развоз и все остальное вот человек приезжает первым делом куда он направляется если он еще не успел получить свой стартовый пакет он проходит зону регистрации и получается стартовый пакет так как выдача стартовых пакетов будет производиться за три дня до мероприятия если люди уже получили стартовый пакет участники то они проходят в зону гардероба раздевалка одеваются готовятся далее у нас открытие в 9 20 церемония открытия на будет происходить после этого разминка и у каждой дистанции своими старта то не давайте попробуем подвести итог что же нас ожидает хотелось бы вам что-то еще добавить пригласить может быть людей на это грядущее мероприятие на ледовый полумарафон сказать что-то не только от лица компании но и от как человеку просто да конечно полумарафон в владивостоке он уникален еще и тем что свои географическим положением близости к азиатским странам и я от лица компании онара хочу пригласить всех своих друзей и всех китайских друзей и жителей китая участвовать в этом мероприятии и бросить вызов своим возможностям будете ли вы сами участвовать я постараюсь приехать у нас гостях был оркомитет грядущего владивостокского ледового полумарафона организаторы приглашают всех 24 февраля принять участие в этом мероприятии это была передача время говорить увидимся на восьмом а